Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Ребенок – это великая награда для каждой семьи. К его появлению готовятся и с большим желанием ждут. Сара и Энди Джастис – замечательная семейная пара, история которых пишется с университетской скамьи. Единственное, о чем они мечтали – это крепкая и любящая семья. Но для полного счастья им не хватало ребенка. К сожалению, для молодой пары это стало неосуществимо. На протяжении трех лет Сара и Энди пытались естественным путем забеременеть, но все их попытки не увенчались успехом. Пара чувствовала, что их силы на исходе. Тогда они решили обратиться к врачу. По результатам исследований, Саре сказали, что она может забеременеть, но лишь в случае специального оплодотворения. Такая операция была не по карману Чите Джастис. Тем более, что вероятность ее успешности сводится к 10%. У Сары и Энди уже было опускались руки, но тут они решили пойти на серьезный шаг – усыновление. Они обратились в агентство, где им трижды представляли кандидаток. Первые двое отказались от принятого ими ранее решения отдать дитя в другую семью. Для семьи Джастис это было невероятно больные удары судьбы. Сара и Энди порой даже сами не понимали, откуда у них берется столько сил для противостояния. Но, как правило, любая надежда и вера окупаются. В доме Сары и Энди раздался телефонный звонок. «Здравствуйте, я звоню вам от агентства». С этой фразой в их жизнь вошел очередной шанс. Но в этот раз они верили, что все будет иначе. Эта девушка пригласила пару на сеанс ультразвука. Каково было удивление Сары и Энди, когда они узнали, что родится не один ребенок, а целых трое. Супруги Немешко сообщили, что усыновят всех троих – Ханна, Джоэл и Элизабет. Такими именами нарекли новых членов семьи. Спустя неделю Сара стала себя неважно чувствовать. Она думала, что это последствия долгих переживаний из-за процесса усыновления, который был очень напряженным и мучительным. Девушка решила сходить в больницу. По результатам анализов врач сообщил Саре новость, которой долго никто не мог поверить. «Анна беременна. Самое интересное, что на свет должны появиться близнецы». Так и случилось. Спустя 9 месяцев родила крепких и здоровых детишек – Эндрю и Эбигейл. «Это просто невероятно. Еще год назад мы могли только мечтать о детях, а теперь их у нас аж пятеро». Не скрывает своей радости Сара. Конечно, воспитывать пятерых детей совсем непросто. Одних только подгузников нужно три сотни на неделю. А Сара и Энди уже не помнят, когда спали больше трех часов. Но все же они были самой счастливой семьей на земле. Правда, это был не последний подарок судьбы. В 2016 году Саре вновь сообщили, что она беременна. Мальчиком. Сейчас эта семья растет и процветает. Да, это не просто. Такое количество детей и всего двое родителей. Каждый день, как новое приключение. Радует то, что все надежды и ожидания Сары и Энди были награждены всецело. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.